Сегодня Владимир Борисович и я вернулись из Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области с личного приема, а также были выполнены необходимые процедуры, связанные с подачей официального заявления, регистрацией его, с получением объяснения, передачей тех материалов, которые у нас были на руках, касающихся, на наш взгляд, совершенно очевидно, псевдозаконной схемы вывода из муниципальной собственности наиболее ценных земельных участков в руки, я так называю, бизнес-партнеров действующего главы города Портвино Андрея Владимировича Баженова. По цене, которая никак не может удовлетворять интересы нашего города. В рамках уголовного судопроизводства, если будет принято решение о наличии состава преступления, обеспечительные меры могут быть наложены немедленно, немедленно. Это, конечно, отвечает полностью интересам, публичным интересам нашего города, жителей нашего города. В этом году арбитражный суд все-таки признал право главы города самолично, так скажем, на уровне исполнительной власти распоряжаться землей. То есть, Совет депутатов сейчас на это решение влиять, в принципе, не может, как Вы считаете? Ну, в данный момент решение только еще не поступило в письменном виде. Как только оно поступит, Совет депутатов обязан будет выполнить это решение, потому что не выполнять решение арбитражного суда – это нарушение закона. И оно действительно вступит в силу, и глава города получит возможность распоряжаться не только той землей, которая не сформирована для продажи, но и сформированными для продажи участками земли без уведомления, фактически, Совета депутатов, без согласования. На мой взгляд, решение, в общем-то, абсурдное. Как можно население города, которое представляет Совет депутатов, лишить права распоряжения общим муниципальным имуществом? Я думаю, что мы все-таки сможем... К нам постоянно идут и обращаются жители, спрашивают, что происходит, почему это происходит. Почему здесь вопрос очевиден и очевиден ответ на этот вопрос. Власть нынешняя оказалась несостоятельной перед теми трудностями, которые существуют у нас в стране сегодня. И существовали на тот момент, когда нынешний глава, как он говорит, или, как говорят, сел в кресло главы города. Да, на тот момент кризис существовал не только в стране, а во всем мире. Андрей Владимирович не смог вот этой машиной управлять просто-напросто. Ну, я имею в виду машину, но это город Протвино. И не нашел ничего лучшего, как прогнуться под этот соблазн захватить как можно больше недвижимости, капитала, что ли, в городе Протвино. Но, Андрей Владимирович, ну, не ваше дело это, вы все уже, и вы, наверное, сами понимаете уже, как все это вам дается с трудом. Не ваше дело, ну, не дано вам руководить городом, в частности, городом Протвино. Вы еще можете сохранить свое имя, насколько оно осталось у вас честно или доброе. Напишите заявление об отставке. И, может быть, люди еще вас сегодня поймут и простят. Продолжение следует...